Из-за проливных дождей и влажной почвы сельхозпредприятия на неделю запоздали со сроками посевной. Но ситуация уже меняется в пользу аграриев. Посевная компания стала набирать обороты. По данным Министерства сельского хозяйства республики, на сегодняшний день третья часть всех площадей уже засеяна. А это более 100 тысяч гектаров. С ходом полевых работ ознакомился руководитель региона Олег Николаев, совершив рабочую поездку по шести муниципалитетам республики. С подробностями Леонид Петров. Основное направление сельскохозяйственного производственного кооператива Коминтерен Красночитайского района – животноводство. Поголовье крупного рогатого скота достигло 1800 голов. Помимо этого здесь выращивают свиней, строят новую животноводческую ферму. Однако сейчас все силы брошены на посевную. Введение хозяйства более 3000 гектаров земли. Посеяли мы в начале апреля около 200 гектаров. Уже они взошли. Зерновые культуры посеяли 150 гектаров. Еще одно поле уже поспело сеем. Предприятие полностью укомплектовано механизаторами. Руководитель Альбина Новикова отмечает, что среди них немало молодежи. За последние три года на работу поступило 11 человек в возрасте от 25 до 35 лет. Хозяйство в этом году закупило сельхозтехнику на 14 миллионов рублей. Этому способствовало и государственное субсидирование. Предприятиям возвращают до 40% от затрат на покупку техники. В Коминтерне убеждены, что возделывание зерновых сегодня выгодно. За счет продажи выращенной продукции можно закупить все необходимое для предприятия. Зерно отсюда поставляют в продовольственный фонд «Чувашия». На полях вурнарского мясокомбината в Рио главы республики Олегу Николаеву и министру сельского хозяйства Сергею Артамонову вначале показали всходы о зимах. В этом году прошлогодние посевы перенесли зиму без потерь. В полях же по соседству, не прекращая шумят трактора. Сейф яровых и зерновых, и зернобобовых культур предприятие провело уже на площади более 1500 гектаров. Это треть к плану. Здесь обещают все весенние полевые работы выполнить в сжатые сроки. Особое внимание предприятию уделяет выращиванию кукурузы. Ее здесь широко используют в качестве корма для крупного рогатого скота. Мы положили с кукурузой 60 тысяч тонн на два года. Вот поэтому этот год у нас какой? Засуха есть. Стабильно корм на два года у нас хватает. То есть вы засухи не боитесь? Засухи не боимся. Воду лождения не боимся. Мы корма заготовили достаточно. Как подчеркнул генеральный директор вурнарского мясокомбината Николай Ливанов, эта культура отлично влияет на привес животных. В среднем они набирают до полутора килограммов в сутки. Кукуруза также увеличивает и надои молока. В хозяйстве красной партизаны Бресенского района посевная в разгаре. Предприятие обрабатывает более двух тысяч гектаров земли. Из них половину занимают яровые культуры. Полевым работам здесь приступили еще в начале апреля. Подкормку азим их успели завершить, но потом помешали дожди. Сейчас поля засеивают ячменем и суданской травой. Вот вы видите на полях работает техника. Погода позволяет и мы надеемся, что в ближайшие недели, максимум две, все весенние полевые работы завершим. В целом же агрария Чувашия планирует завершить посевную кампанию в ближайшие две недели. Земледельцы Яльчикского района уже отрапортовали о выполнении плана сева. Есть на кого равняться другим. Леонид Петров, Семен Антонов, Вести Чувашия.